привет друзья сегодня я хочу поделиться с вами своей покупкой которую я уже успел довольно прилично обкатать уже несколько месяцев я пользуюсь этой штуковиной штуковина это китайская магнитола для автомобиля solaris 12 модельного года таких довольно много сейчас на алиэкспресс я выбирал очень долго должен сказать давайте я хотя бы включим сейчас только без звука пока пока без звука так выбирал ее достаточно долго потому что мне очень важно было на самом деле качество так той магнитола который я покупаю и качество чего прежде всего мне было важно конечно же музыки ну давайте сейчас сначала пройдемся по функциям значит параметры параметры я опубликую в подписи к этому видео потому что сейчас на память долго слишком буду припоминать давайте лучше посмотрим что здесь есть во первых я сразу скачал сюда яндекс браузер чтобы можно было лазить в интернет в интернет здесь можно выходить посредством подключение телефона вот как вы видите и когда у нас телефон подключается я сюда установил яндекс навигатор который работает очень прилично и обсказал вот то есть тормозов здесь вообще никаких нет процессор здесь по моему 6 ядерный я вам потом его покажу ну данную смысле в описании буду телефон у меня сейчас занят он записывает если я подключу интернет сейчас через телефон то есть тут же у меня загрузится пробки никаких вообще проблем нет замечательно строит должен сказать маршруты ну как и навигатор на телефоне то есть при так предлагает несколько вариантов по ходу езды показывает альтернативные пути то есть круто и лучше его слушать как я недавно в этом убедился он все-таки через интернет получает всю информацию и знает все где лучше проехать вот так это навигатор что здесь есть что мне больше всего понравилось я прежде всего искал магнитолу с самым новым самым последним поколением аудио чипом и ребята я не прогадал я честно говоря даже не ожидал вообще такого эффекта то есть я как бы искал конечно хороший аудио чип но ни на что особо не надеялся давайте включим радио так да суть в чем сейчас я все-таки расскажу потом будем радио слушать здесь у меня стоят колонки ну совершенно обычная то есть ничем не выдающиеся какие-то там то есть вот то что было у меня здесь по штатной системе то общем то она и осталась я ничего не менял вот должен сказать что при этих динамиках которые здесь у меня установлены штатная ну это максимальная комплектация на тот момент было но я не думаю что она прямо какая-то крутая все-таки это же категория б автомобиль так суть чем я не ожидал что у меня настолько круто вырастет качество звука конечно то что сейчас вот через телефон вы это не услышите естественно в полной мере но давайте прибавим звук ну да конечно же видеозапись этого дела не передаст но что могу сказать здесь стоит дсп то есть digital sound процессор да и 32 полосный эквалайзер я когда узнал что тут 32 полосы я честно говоря скептически отнесся к этому ну блин ерунда какая-то оказалось нет это прям реально настоящий такой эквалайзер очень приличный здесь чип стоит качество звука у меня улучшилось сравнение с тем что было когда-то ну просто неимоверно можно сказать вот то есть здесь вот есть настройки можно свои сохранять загружать эквалайзер немножечко меняется но можно и сильно его изменить конечно у меня сейчас это стоит мне еще что нравится когда вам нужно изменить рисунок эквалайзера так скажем достаточно просто так вот сделать папа и он меняется елки-палки хотите вы плоский звук с выпирающей середины пожалуйста йоу это у нас какой-то диска получилось сразу так сейчас она исчезнет это дело я надеюсь вы меня слышите за музыкой так теперь давайте высокие прибавим оба сразу эти метелочки появились классно теперь давайте басы включим это даже слишком так и теперь середина уберем чуть-чуть басы срежем а то уж очень круто вот то есть поняли это так но я поставлю себе свою настройку то есть а это обалдеть просто кроме того здесь еще есть параметр вот если мы выделяем какой-то конкретный конкретную частоту здесь у нас появляется усиление коэффициент усиления и так называемая добротность что такое добротность покажу на примере самого эквалайзера чем выше вот эта вот добротность тем конкретная частота будет выстраиваться более пиково вот то есть вот так то нам будет выстраиваться более пиково ну конкретно именно частота просто у меня сейчас нет возможности показать именно на одной какой-то тонкой чем добротность меньше вот как сейчас тем более плоско все это будет происходить ну то есть когда частота поднимается он будет еще немножечко захватывать соседние частоты подъем будет более плавным если у нас добротность высокая у конкретного какого-то регулятора то он будет повышать сильно пиковые и ой так ща 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 так ну ладно с этим сделаем то есть пик его будет поднимать соседние частоты он сильно провалит вот то есть ну для чего это нужно это нужно когда какую-то конкретную частоту нужно поднять или урезать это нужно уже более подробно все рассказывать сейчас продемонстрирую как здесь звучит академическая музыка я честно говоря был поражен вот прежде всего наверное академической музыкой для этого мы сейчас вырубим вырубим все это дело и включим или включим есть такой композитор так сейчас где у нас бронер мими михаил михаил бронер кажется я не путаю вот бронер кажется все таки михаил я извиняюсь если вдруг все таки не помню он пишет академическую музыку то что называют иногда современная классическая музыка это неправильно современная классическая классика это моцарт бадов бах бетховен классикой она наверное станет еще лет через 50 а вообще вообще название это академическая музыка то есть серьезно так я хочу хочу сказать ребята это играет балалайка с оркестром я должен сказать я у себя в солярисе на этих колонках никогда не мог представить что настолько ярко свежо и отдельно прямо вот каждый звук будет звучать каждая партия каждого инструмента но если мы не будем говорить о том что мы не будем говорить о том что нам это вообще шик то есть я вдруг очутился в концертном зале прям реально в концертном зале со старой со штатной магнитолы при том что у меня на тот момент была максимальная комплектация такого звука вообще никогда не было то есть я просто не представлял что он может быть то есть вот это меня в магнитоле просто покорила должен сказать потому что ну такого я конечно не ожидал давайте сейчас включим чё-нибудь эдакая сейчас еще сейчас так 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 а ребята это охрененные басы это охрененный звук здесь очень круто слышится каждая партия каждого инструмента в общем соль то есть раньше меня такого общения было и бас это просто невероятный стал мы можем убрать конечно вообще убрать и прибавить опять в общем это просто нечто и у меня здесь нет никакого сабвуфера но звук такой как будто у меня здесь сабвуфер есть вот то есть это конечно очень круто не зря я выбирал наверное месяц смотрел где чё ну-ка музыка классно у вас вообще ну в общем это крыша сносно это очень громко это мощность запас мощности здесь очень большой там очень приличный стоит усилитель этой штуковины несмотря на то что все это компактно внутри там внутри так у нас еще резкость то есть здесь или нет на этой магнитоле вот вроде есть резкость туда то есть класс это просто класс но здесь есть преднастроенная эквалайзеры я ими конечно не пользуюсь поступку поскольку я являюсь сам музыкантом и музыкантом профессиональным то конечно же это все лабуда преднастройки я исключительно настраиваю обязательно только сам все вот так что здесь еще из хорошего ну из хорошего то что здесь есть встроенный регистратор я только камера не установил потому что у меня есть регистратор и так на две камеры но при желании я могу сюда подключить две камеры которые в комплекте одна снимает спереди другая снимает сзади и соответственно это все вот сюда выводится тут я мог бы менять вот этой кнопочкой вид спереди вид сзади делать фотографии то есть вообще удобно классно я тут иногда смотрю через браузер городок в пробках или супруге показываю значит городок смотрим но сейчас интернет не подключен поэтому смысла нет это надо через телефон подключать вот что еще забыл сказать самое основное я сказал это то что здесь музыка очень классная объем памяти у меня здесь 32 гигабайта этого вполне достаточно плюс в бардачок бардачок у меня выведены идет в комплекте два шнура юсби вообще на самом деле их даже 3 но один разъем у меня там занят другое дело поэтому бардачок я смог вывести только два в отличие от того что штатно вообще там внизу стоит только для одного одной флешки до теперь у меня да и флешки ну что друзья чаще вам забыл рассказать сейчас я подумаю дайте ко мне время дайте ко мне время так че еще не рассказал браузер видео карты но это понятно тут можно все что угодно установить play market есть то есть но это фактически как смартфон то есть только очень огромный он кстати реально большой видите у него какие границы он прямо вылезает вот сюда нисколько не пожалел вообще здесь яркости экрана очень даже хватает то есть ну классно здесь так сейчас сейчас я подумаю может быть а что-то еще забыл давайте-ка по настройкам посмотрим настройки но тут тоже всякие настройки с учетом того что регистратор если будет работать и прочее настройка навигации все тут есть так подсветка регион радио можно установить то есть но это ясно всем так ну ведь что тут время даже день недели показывает какой год показывает тут а я могу даже приблизить класс я даже могу приблизить только не слишком круто давайте ладно лучше вернуть назад ну что в итоге в итоге магнитола здоровская вот именно ту модель которую я под себя брал и ссылку на нее скину потому что это реально крутая штука вот именно особенно в плане звука да кстати я вообще забыл сказать для чего я прежде всего это магнитол то покупал а покупал а покупалась она для того что у меня когда-то телефон наверху был на стекле висел да эти присоски зараза они все время отваливаются периодически я даже меня телефон грохнулся вот сюда бабах прямо с этим с держателем сюда отлетел потом отлетел туда и так оторвался за его держателя и улетел вообще в задний ряд ну я думаю все экрану хана нет экрана них она телефон которым как раз сейчас снимаю samsung вообще круто выдержал все это уж так к слову сказать поэтому мне нужно было прежде всего навигация которая меня здесь еще расскажу полностью устраивает ну собственно вот друзья в принципе все самое основное я вам рассказал по параметрам в описании посмотрите этого вполне хватает для того чтобы это магнитола работала и скорость и все остальное 32 гигабайт памяти хватает запросто у меня тут очень много музыки записано и при этом еще очень много памяти осталось свободной то есть совершенно спокойная в любой момент могу сюда еще записать очень 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 много всего вот так вот ну и слушайте хорошую музыку не портите свой вкус плохой музыкой друзья всем спасибо всем до встречи если вдруг будут какие-то вопросы пишите в комментариях вопросы если смогу я вам на них отвечу все пока пока ну ну ну